Всем привет! В сегодняшнем видео мы сравним три вида стейков абсолютно разных ценовых категорий и попытаемся выяснить, почему один стейк стоит 250 рублей, а другой 8,5 тысяч. Поехали! Я думаю, многие из вас были в селах и видели, как на полях с травой пасутся коровы и быки. В основном они так и питаются зеленой травой, но на зиму для них заготавливают солому и сено, а также кормят перемолотым зерном. Больше, конечно, в селе ценятся коровы, потому что они каждый день дают молоко. А если рождается бычок, то его выращивают и сдают на мясо. Мы такое мясо покупаем на рынке и в магазине. Это обыкновенная говядина, и из всех ее мясных частей для стейка подходит лишь одна. Это вырезка. Она стоит 300 гривен за килограмм или 820 рублей. Мне вырезали три вот таких медальона, и это самые бюджетные куски мяса на сегодня. Следующая ступень по крутости мяса – это мраморная говядина. Для того, чтобы посмотреть, как выращивают мраморную говядину, нам пришлось проехать 230 километров. Это небольшая ферма в одном из сел Днепропетровской области. И помимо обычных бычков, здесь выращиваются быки породы абердин ангус. Они полностью черные. И есть один коричневый. На ферме сейчас годовалые бычки, поэтому они не такие большие. Утром вдоль загона с бычками проезжает трактор, прицепи у которого специальная смесь. Из дробленной пшеницы, ячменяк, кукурузы, сарго, отрубей, соли и мела. Вот такой сбалансированный корм. Пока трактор медленно едет, работники набирают корм ведрами и рассыпают по кормушкам. На одного бычка уходит 7 килограмм такой смеси. Еще на ферме очень много соломы. Посмотрите на эту гору в сравнении со мной. И это только небольшая часть. Ведь на территории есть целый ангар, в котором хранится основной запас соломы. Целый день трактор подвозит новые порции соломы. И все это раскладывается в кормушке. Боки постоянно едят, следовательно быстро растут и мясо у них получается премиального качества. Но это еще не все. На территории фермы есть огромная гора. Сначала мы подумали, что это какие-то отходы, но нет. Это силос. Измельченная оботва кукурузы, которая закладывается в огромную яму. И с помощью спецтехники все это утрамбовывается. Так плотно, чтобы внутри не было доступа кислорода. Благодаря чему все это бродит и получается силос. Когда заканчивается сезон зеленой травы, силос набирают эскаватором. Из-за того, что внутри происходит процесс брожения, силос имеет очень высокую температуру. Его загружают в прицеп трактора. Также берут тюки соломы и измельчают с помощью вот такого специального аппарата. И вот такая мелко нарубленная солома перемешивается в прицепе вместе с силосом. А специальный механизм рассыпает все это по кормушкам. Благодаря такому подходу мясо получается с маленькими прожилками жира. Поэтому оно и называется мраморным. Такое мясо сразу не отправляют продавать на рынок, как обычное. Сначала его выдерживают в специальных обдуваемых соленых камерах. Соль здесь в виде вот таких кирпичиков с подсветкой. Это делается для того, что без мяса вышла лишняя влага. Оно уменьшается в объеме. Зато мясной вкус усиливается. Нам отрезали стейк Тибон. От куска, который выдерживался 21 день. И стоил 500 гривен за килограмм. Это 1400 рублей. И остался последний вид стейков. Это вагю. Один из самых дорогих видов мяса в мире. Эти сорта бычков выращиваются в Японии. Они очень дорогие. И уход за ними просто королевский. Из-за того, что в Японии нет места для пастбищ, потому что вся свободная территория усеяна рисовыми полями. Животные содержатся в стойлах. И из-за того, что они мало двигаются, снижается кровоснабжение мышц. Вследствие у быков плохой аппетит. Улучшают его тем, что добавляют в рацион быков небольшое количество пива. А чтобы у них не развивались судороги, делают массаж. Откармливают их сначала травой. И последние месяца в 10 зерном. Каждый бык вагю занесен в специальный реестр. В общем, подход у японцев к выращиванию мяса очень серьезный. Поэтому стейки вагю считаются одними из самых дорогих в мире. В супермаркете их не достать. Поэтому пришлось заказывать. Нам пришла вот такая коробка. Открываем ее. И видим два стейка вагю. Стоимость этих стейков 9000 гривен за килограмм. Или 25000 рублей. Мясо такого уровня можно есть даже сырым. Посмотрите, насколько оно мраморное. Если поставить рядом все наши стейки, то сразу видно, какое мясо дороже, а какое дешевле. Что ж, давайте их приготовим и сравним. Но сначала гарнир. Для этого возьмем лук-порей, шампиньоны, бэйби-кукуруза, бэйби-морковка и маленькие сладкие перцы. Берем миску. Ссыпаем в нее морковку, грибы, бэйби-кукурузу, перцы высыпаем на стол. Убираем хвостик. Вдоль напополам. Убираем семочки. И можно тоже скидывать в миску. У лука-порей срезаем корешок. Зеленую часть. Разрезаем все это вдоль. И нарезаем на крупные части. Сверху заливаем все это томатным соком. Прованские травы, соль, перец и масло. Все это перемешиваем руками. Пересыпаем на противень. Разравниваем. И в духовку. При 200 градусах минут на 20. Получается вот такой гарнир. Переходим теперь к самим стейкам. Месяц назад на Алиэкспрессе я заказал вот такой специальный гриль. И наконец-то он мне пришел. Открываем его. Присоединяем провод. И теперь можно регулировать температуру нагрева поверхности. Гриль стоил 44 доллара. Но 11.11 на Алиэкспресс будет распродажа года. Скидки будут аж до 70%. Поэтому самое время покупать, чтобы сэкономить. А выжать максимум с покупок вам поможет Leti Shops. Во время распродажи кэшбэк будет увеличен в 3 раза. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке в описании. Если зарегистрированы, то активировать Leti код в личном кабинете. Leti 11.11. И это еще не все. Те, кто 11.11 совершил покупку вместе с Leti Shops, могут выиграть 12 айфонов 12. Одна покупка, один билет. Так что дерзайте. Я уже полистал товары для кухни и некоторые отложил в корзину. Теперь жду распродажу, чтобы все это купить по скидке. Ссылку на регистрацию Leti Shops я оставлю в описании. Регистрируйтесь. Участвуйте в распродаже и забирайте свой айфон. Итак, разогреваем наш гриль до максимума. Достаем стейки и самые обычные говядины. Присаливаем крупной морской солью. Перчим. Переворачиваем их. И все то же самое с другой стороны. Чтобы на мясе были грильные полоски, смажем оливковым маслом сами стейки. И отправляем на раскаленный гриль. Теперь просто ждем 2 минуты 40 секунд. И переворачиваем их на другую сторону. С этой стороны обжариваем ровно столько же. Теперь снимаем с гриля. И отправляем в духовку. При 200 градусах. Именно на решетку. На 10 минут. А пока сделаем необычный соус. Берем сыр с дорблю. Да, не все его любят, но поверьте, соус получится отменный. Нарезаем его на кусочки. Ставим сотейник на плиту. И берем сливки жирностью в 20%. Открываем их. И вливаем в сотейник. Нагреваем почти до кипения. И сбрасываем сыр. Венчиком перемешиваем. Пока он полностью не разойдется в сливках. Ждем пока загустеет. Подсаливаем. И можно снимать. Переливаем его в соусницу. К этому времени стейки уже готовы. Набираем овощи. И выкладываем возле стейков. Поливаем их соусом. И давайте пробовать. Стейки получились с идеальной прожаркой медиум. Мясо очень мягкое. Но вот именно мощного мясного вкуса не хватает. Гарнир. Просто вкусные хрустящие овощи. А вот соус невероятно вкусный. Переходим к следующему стейку. Это у нас тибон. Мясо тут более плотное, потому что оно было выдержано 21 день. Солим его. Перчим. И с другой стороны повторяем все то же самое. Некоторые говорят, что если солить стейк до приготовления, то он потеряет в сочности. Да, за 10 минут появилась небольшая капля влаги. Зато стейк хорошо просолился. И не придется есть готовый стейк с кристаллами соли. Вот такую связку свежего розмарина и тимьяна отправляем на горячий гриль. Сверху поливаем оливковым маслом. Ждем пока все это запахнет. И прямо сверху кладем наш стейк. Обжариваем его по 2,5 минуты с каждой стороны. После чего снимаем и отправляем в духовку. Тоже минут на 10. Выкладываем на тарелку. А сбоку овощи. Ножом мясо отделяем от косточки. Убираем ее. А 2 стейковых куска нарезаем на более мелкие. Поливаем соусом. И пробуем. Благодаря тому, что стейк был на кости, он имеет очень насыщенный мясной вкус. Мне очень нравится. Прожарка medium rare и это просто офигенно. Мы с оператором смели стейк буквально за минуту. Своих денег он определенно стоит. И наконец-то самое дорогое это стейк вагю. Один мы приготовим целиком, а другой кусочками, как в Японии. У одного из стейков отрезаем край. Чтоб получился квадрат. Только посмотрите, какой он мраморный. Присаливаем с одной стороны. Перчим. И отправляем на горячий гриль. Масло тут не нужно. Из стейка выделяется жир и его достаточно. С одной стороны обжариваем 2 минуты. Ждем еще 2 минуты. И разрезаем стейк на 3 кусочка. Ставим их дыбом. И обжариваем еще по 20 секунд. Чтоб запечатать все стороны. Наливаем пол рюмки коньяка. Выливаем на мясо. И фламбируем. Даем коньяку прогореть. И снимаем на тарелку. Гарнир здесь не нужен. Просто хочется ощутить вкус столь дорогого мяса. Итак, пробуем. Нет, но это самое нежное мясо, которое я когда-либо пробовал в жизни. Капец. Из-за того, что жировые прослойки чередуются с волокнами мяса, стейк не нужно жевать. Он как бы сам разваливается во рту. А также есть небольшая кислинка от коньяка. Вкус такой же мясной, как в прошлом стейке. Это действительно что-то новое. А теперь давайте приготовим стейк вагю по ресторанному. Для этого берем 3 вот таких больших креветки. Отрываем у них головы. И ножницами разрезаем хитин вдоль. Убираем пищевод. Сбрасываем креветки в пиалку. И заливаем соевым соусом. Даем промариноваться минут 5. Разогреваем гриль. Мясо солим и перчим. И выкладываем креветки на плоскую часть гриля. А стейк на решетча стоит. Засекаем 2 минуты и переворачиваем. Стейк и креветки. Обкладываем креветки возле стейка. Поливаем коньяком. И поджигаем. Даем немного прогореть. И накрываем миской. Оставляем так на 20 секунд. Все, стейк перекладываем на тарелку. Просто посмотрите какой он мягкий. Креветки очищаем от хитина. И выкладываем их на стейк. Поливаем соусами сыра дорблю. Берем веточку розмарина. Вставляем в стейк. Поджигаем горелку. И прогреваем розмарин. Чтоб он пах. Ресторанный стейк вагю готов, чтобы его попробовали. Я думал, что чистый вкус стейка вкуснее уже не сделать. Но нет. Сочетание креветок, стейка и соуса это просто идеально. Стейк раскрывается по-новому. Это просто капец, как мягко и вкусно. В общем, если в ваши руки попадет такой стейк вагю, то однозначно готовьте это блюдо. И последний вопрос. Стоит ли говядина вагю своих денег? С точки зрения наестца, конечно же нет. За эти деньги можно купить кучу свинины и сделать шашлык. Но, если хочется попробовать что-то новое, то это то, что нужно. А если вам нравится такой формат, где мы показываем, как продукт с нуля появляется у нас на столе, то ставьте лайки. И мы еще сделаем что-то подобное. Также подписывайтесь на канал. Обязательно участвуйте в распродаже 11.11 на Али. Получите свой кэшбэк и возможность выиграть один из 12 айфонов 12. И если вам не сложно, то поделитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока!